ПОДРЕНЧНИК КРОК ПО КРОКУ, ПОЖЮМ АЕДЕН, ЛЕКЦИЯ ДВУНАСТА, УРОК ДВЯНАДЦАТЫЙ. ЦО РОБИШЬ В ПОНЕДДЕЛЬНИК О УСМЫЙ? ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК В ВОСЕМ ЧАСОВ? НОВЫЕ СЛОВА, НОВЫЕ СЛОВА. ЗАПРОШЕНИЯ, ПРИГЛАШЕНИЯ. УМУВИТЩЯ, ДАГАВАРИЦЯ. ГОДИНА, ЧАС, ЧАС, ВРЕМЯ. КВАДРЕНС, ЧЕТВЕРЬ ЧАСО, ТО ЕСТЬ ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ. ДАВАЙТЕ ПРОЧТЁМ ДИАЛОГ И ПЕРЕВЕДЁМ. ВЕЧЕР В ЦЕНТРУМ ШТУКИ ЯПОНСКИЙ МАНГО ЕСТЬ БАРДЖОЧИКАВЫ СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРУ КАБУКИ. ВЫ ЗНАЕТЕ, В ЦЕНТРЕ ИСКУССТВА ЯПОНСКОГО МАНГО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА КАБУКИ. ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА КАБУКИ. ОЙ, Я СІГОДНЯ НЕ МАГУ, Я ИДУ В КІНО. ХЕХИ, ОН МА РАНДКЕ, НАПЕВНО ИДІ НА КОМЕДІ РОМАНТЫЧНОМ. ХАХА, У НЕГО СВІДАНЬЕ. РАНДКА, ТІПА РАНДЕВУ СВІДАНЬЕ. ОН МА ЦО РАНДКЕ, ВЕРНЯК. У НЕГО СВІДАНЬЕ. НАВЕРНЯКА ОН ИДІТ НА РОМАНТИЧЕСКУЮ КАМЕДІЮ. А С КИМ? А С КЕМ? ТО НЕ ВАША СПРАВА. И НЕ ИДІМЫ НА КОМЕДІЮ, АЛЕ НА ФИЛЬМ ПСЫХОЛОГИЧНЫЙ. ЭТА НЕ ВАШЕ ДЕЛА. И МЫ НЕ ИДІМ НА КОМЕДІЮ, НО ИДІМ НА ПСЫХОЛОГИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ. Я ВЕМ. С КОЛЕЖАНКОМ С КЛАСЫ. АЛЕ Я МАМ ЧАС. И МОГЫ ПУЩЧ НАТ ЭНСПЕКТАКОР. ШВЕТНЯ. Я ЗНАЮ. СО СВОЕЙ ОДНОКЛАССНИЦЕЙ. Но У МЕНЯ ЕСТЬ ВРЕМЯ, И Я МОГУ ПОЙТИ НА ЭТОТ СПЕКТАКЛЬ. ОТЛИЧНО. ИТАК, ДАВАЙТЕ РАССМОТРИМ ТАБЛИЧКУ. МЫ МОЖЕМ ХОДИТЬ НА ЧТО-ТО И МОЖЕМ ХОДИТЬ ДО ЧЕГО-ТО. В РУССКОМ ЯЗЫКЕ МЫ ХОДИМ В И НА. Так вот, смотрите, когда мы идём к какому-то строению, зданию, в польском языке мы скажем до театру, например, до кино, до кавярни, до клуба. Если мы идём на какую-то активность внутри здания, то мы скажем, что мы идём на. Например, МАШЬ ОХОТЫ ПУЩЬ ДО ТЕАТРУ НА СПЕКТАКЛЬ. У тебя есть желание пойти в театр, в здание театра, на что, на какая-то активность, на спектакль? ХЦЕШЬ ПУЩЬ ДО КИНА НА ФИЛЬМ. Хочешь пойти в кинотеатр на фильм? ДО ЗДАНИЯ, значит, ДО. АКТИВНОСТЬ ФИЛЬМ, какое-то представление, что-то нам показывают, какая-то активность, мы говорим НА, на фильм. МОЖЕ ПУЮДЕМ И ДО КАВЯРНИ НА КАВЕ, может быть, мы пойдём в кафе на кофе. Видите, в русском языке созвучно, когда мы говорим В, какое-то здание имеется в виду, то мы говорим в польском языке ДО. В русском языке мы также говорим НА, спектакль, НА, фильм, НА, кофе, и в польском остаётся также НА. Итак, нас пригласили, мы можем согласиться и можем отказаться. Как же мы можем согласиться? Лишь несколько вариантов здесь написано, их, конечно же, гораздо больше, но прочтём и переведём. ХЕНТНИ, ДЖЕНЬКУИ ЗА ЗА ПРУШЕНИЕ. С удовольствием, охотно, спасибо за приглашение. ШВЕТНЫЙ ПОМЫСЛ, ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ. Помысл может быть разный, не только шВЕТНЫЙ. ДОБРЫЙ ПОМЫСЛ, ХАРОШАЯ ИДЕЯ. ВСПАНЯЛЫЙ ПОМЫСЛ, ПРЕКРАСНАЯ ИДЕЯ. Может быть также плохая идея, злый помысл, плохая идея. Так, ДЛАЧЕГУ НЕ? Да, ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ. ЯСНЕ, НО ЯСНО. Мы можем сразу же сказать ОЧЮ ИЩЧЕ, КАНЕШНО. Как мы можем отказаться? НЕСТЕТЫ НЕ МАМ ЧАСУ. К САЖЕЛЕНИЮ, У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕННУ. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, НО Я СЕГОДНЯ НЕ МАГУ. НЕ ЛЮБЯ ХОДИЩ ДО ТЕАТРУ, АЛЕ МОЖИ ПОЙДЕМ И ДО КИНО. Я НЕ ЛЮБЛЮ ХОДИТЬ В ТЕАТР, но, может быть, пойдём в кино, то есть мы можем отказаться или предложить в догоночку свой вариант ещё. МЫШЛЯ ЖЕ ТО НЕ ИЗ ДОБРЫЙ ПОМЫСЛ, БО. Я думаю, это нехорошая идея, потому что объясняем почему. ДЕНЬКИ АЛЕ НЕ МОГА. СПАСИБО, НО Я НЕ МОГУ. ДЕНЬКИ сокращённо от слова ДЕНЬКУЯ. СПАСИБО, НО Я НЕ МОГУ. И давайте выполним упражнение номер три. Нам надо сказать, мы идём ДО или идём НА. Помним, если это какое-то здание, мы идём ДО, и после ДО мы используем ДОПЕУНЯЖ, РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ. Если это какая-то активность, мы идём НА, и после НА мы используем ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, БЕРНИК. Давайте рассмотрим. ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА ФИЛЬМ. Ты хочешь пойти на фильм? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ ДО КИНА. Ты хочешь пойти в кинотеатр? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА СПЕКТАКЛЬ. Ты хочешь пойти на спектакль? Видим, когда у нас НА, то созвучно прям один в один с русским языком. ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА КАВЕ? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА КОФЕ? Здесь у нас видим БЕРНИК, значит, в женском роде окончание СПУГОНКИМ. ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА ЦО, НА КАВЕ? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА ЛАНЧ? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА ЛАНЧ? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ ДО КАВЯРНИ? Ты хочешь пойти в кафе? То есть это какое-то здание, кафе находится в здании. ХЦЕШЬ ПУЙШЬ ДО РЕСТАУРАЦЬИ? ХОЧЕШЬ ПОЙТИ В РЕСТАРАН? После ДО Мы используем допЕлнять, поэтому до РЕСТАУРАЦИИ, до чЕГО? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА ПИВО? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ ДО КЛУБУ? В КЛУБ. ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА КОНCERТ? ХОЧЕШЬ ПУЙШЬ НА КОНCERТ? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ НА ДИСКОТЕKЕ? ДИСКОТЕКА? НА ДИСКОТЕКЕ? ХОЧЕШЬ П ignition на дискотеку? ХЦЕШЬ ПУЙШЬ ДО ТЕАТРУ? В ТЕАТР. ТЕАТР importance в здании находится. Хцешь пуйчь на кулацье? Ты хочешь пойти на ужин? Хцешь пуйчь до пабу? В паб? Хцешь пуйчь на хамлета? То есть гамлет. Какая-то постановка театральная. На хамлета. Чвечение номер четыре, четвертое упражнение. Здесь у нас есть вопрос приглашения и нам надо согласиться и отказаться. Посмотрим пример. Хцешь пуйчь до клубу? Вы хотите пойти в клуб? Соглашаемся. Так, шведный помысл. Да, прекрасная идея. Отказываемся. Не, не стеты, не мамы часу. Нет, к сожалению, у нас нет времени. Мам билеты на матч. Хцешь пуйчь? У меня есть билеты на матч. Хочешь пойти? Давайте согласимся. Как мы можем согласиться? Так, для чего нет? Да, почему бы и нет? И как мы можем отказаться? Мы можем сказать, шипрашам, а ли дичь не могу? Извини, но я сегодня не могу. И можем в ответ спросить, для чего не можешь? Почему ты не можешь? Ну, я стемь зменшона, например, потому что я уставшая. Ма пани охота на каве? Есть ли у вас желание на кофе? То есть хотите ли вы кофе? Хочет ли пани кофе? И мы можем сказать. Хэнт мне дзинкуй за запрошение. С удовольствием, спасибо за приглашение. Или откажемся. Мысли же то не есть добрый помысл, бо есть там манджатка. То есть я замужняя девушка и не хожу с незнакомыми на кофе. Допустим. Идем мы вечером на дискотеку. Идешь с нами? Мы идем вечером на дискотеку. Идешь с нами? Спонялый помысл. Прекрасная, шикарная идея. Когда мы соглашаемся, можем так ответить. И можем сказать, дженьки, а ли не могу? Когда мы отказываемся. Спасибо, но я не могу. Для чего не можешь? Почему ты не можешь? Можем опять же спросить. Уйдем мы, давай пойдем. Бо мам, ютро экзамен. И муша научатся, там, чего-то приготовиться к экзамену. Потому что у меня завтра экзамен, и мне надо выучить какой-то урок, какой-то предмет. Школа организует вытечка до велички. Кто хце поехать? Школа организует экскурсию. Мы куда-то вытекаем, чтобы что-то посмотреть. Вытечка экскурсию в величку. Такая салевая шахта. Кто хочет поехать? И все такие. Я хце, я хце, ясно, я хце поехать. Я, как бы, конечно, я хочу поехать. Или кто-то может отказаться. Нестеты, не могу поехать. Для чего не можешь поехать? Бо есть там хора, например. Я не могу поехать, потому что я заболевшая. ЧИ МАШ ОХОТЫ ПУЩЬ ЗЕ МНОМ НА ЗАКУПЫ ДО ГАЛЕРЫЙ ХАНЛЬОВЫЙ? ЄСЬ ЛЮТЬЯ ЖЕВАНИЯ ПОЙТІ СА МНОЙ ЗА ПАКУПКАМИ В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР? ОЧЩЕВИЩЩЕ, КАНЕСНО. Или мы отказываемся. Пршепрашим, але я не люблю ходить на закупы. Прости, я не люблю ходить за покупками. Мам запрошение на концерт до фельхармонии. Ма пан охоты ПУЩЬ? У меня есть приглашение на концерт в фельхармонию. Хочет ли пан пойти? И пан такой. Но так, ХЦЕ, ДЛАЧЕГО НЕ? Да, хочу, почему бы и нет? Или он отказывается. НЕСТЕТЫ ДИЩАЙ ИДЫ НА МЭТШ И НЕ МОГЭ С ТОБУМ ХУЩЬ НА КОНЦЕРТ. То есть он говорит, к сожалению, я сегодня иду на матч и не могу пойти с тобой на концерт. Идешь на выклад о кухне польской. Ты идешь на лекцию о кухне польской. Слово лекция переводится как урок, а вы код переводится как лекция. Ясное? Ясное. Да, конечно, иду. Ясно, иди? Конечно, я иду. НЕ, НЕ ПУЙДЕ. Нет, я не пойду. ДЛАЧЕГО НЕ ПУЙДЕШЬ? БОЙ ЕСТЕМ ЗАЯНТА. Я занята. Давайте прочтем еще один диалог и переведем. Его здесь нам нужно составить в правильной последовательности предложения. Вот они уже у нас составлены. Прочтем, переведем. ДЕВЧЫНЫ, ЦО РОБИЧЕ ЮТРО ВЕЧОРАМ? ДЕВУШКИ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЙТЕ ЗАВТРА ВЕЧЕРАМ? Я НЕ МАМ ПЛАНУВ. У МЕНЯ НЕТ ПЛАНУВ. Я ТЕЖ НЕ МАМ. А ДЛЯЧЕГО ПЫТАШЬ? МЕНЯ ТОЖЕ НЕТ. А ПОЧЕМУ ТЫ СПРАШИВАЕШЬ? МОЖЕ ПУЙДЮМЫ ГДЕЮМЫ ГДЕЮЩ ДО КЛУБУ НА ПИВО, НЕ ЗВУЙ ПОМЫСЛ. ПРАВДА, МАМІ? НЕ ПЛАХА ИДЕЯ, ПРАВДА, МАМІ? НО НЕ ВЕМ, НЕ ПІЮ ПИВО И ТАНЦЫТЬ ТЕЖ НЕ УМЕМ? НЕ ЗНАЮ, Я НЕ ПЮЮ ПІВАЇ, ТАНЦЫВАЇ Я ТОЖЕ НЕ УМЕЮ. НІЦ НЕ ШКОДЮ, МОЖЕШ ПІЦ ЦОЩ ИННЕГО И НЕ МУСІШІ ТАНЦЫТЬ. НУ, І НЕЧІГО СТРАШНЫВА, ТЫ МОЖЕШ ПІЦ ЧТО-ТО ДРУГОЕ, І ТЫ НЕ ОБЯЗАННА, ТЫ НЕ ДАВЖНА ТАНЦЫВАІ. Я ТЕЖ НЕ МАМ ОХОТЫ НА ПІВО, А КТО ЄЩЩІ ИДЖЕ? У МЕНЯ ТОЖ НЕЦ ЖЕВАННЯ ПІТЬ ПІВА, А КТО ЕЩЮ ИДЁТ? МОЖЕ УВЕ І МОІ КОЛЕДЗЕ З АРГЕНТЫНЫЙ БРАЗИЛІЮ. МОЖЕ БЫТЬ УВЕ І МАІ ДРУЗЬЯ МОЙ ЗНАКУМЫЙ З АРГЕНТЫНЫЙ БРАЗИЛІЮ. ДОБЖЕ, ТО ИДЖЕМЫ, МАМІ, БЕЗ ДЫСКУСЬЇ. ХАРОШО, ТОГДА ИДЁМ, МАМІ, БЕЗ СПОРОВ, БЕЗ ОБСУЖДЕНИМ. АЛЕ, НО, НЕМА АЛЕ, ИДЪЕМЫ, НИКАКИХ НО, ИДЁМ, НО ДОБЖЕ. ГДЕ ЩЕС ПОТЫКАМЫ, НО ХАРОШО, ГДЕ МЫ ВСТРЕЧАЕМСЬ? НА РЫНКУ ПОД АДАЩЕМ, ВЕЧЕ ГДЕ ТО ЕСТ? ВСПРЕЧАЕМСЯ НА РЫНОЧНОЙ ПЛОЩАДИ ПОД ПАМЯТНИКОМ АДАМА МИЦКЕВИЧА. ЗНАЕТЕ, ГДЕ ЭТО ЕСТЬ? ЯСНО? Ну, ЯСНО, КОНЕЧНО. ИТАК, СЛЕДУЮЩАЮ ЧАСТЬ О ВРЕМЕНИ. ИНО, НЕМА СВАМИ ПОКА ПРОПУСКАЕМ. Я СДЕЛУЮ ОТДЕЛЬНОЕ ВИДЕО, ГДЕ ПОДРОБНО РАССКАЖУ ОБО ВСЕМ. И МЫ СВАМИ ПЕРЕХОДНИМ СРАЗУ К ЧАСТІ С. В ПОНЕДДЖАЛЕК, ЧИ ВЕ ВТОРЫК? В ПОНЕДЕЛЬНИК ИЛИ ВО ВТОРНИК. ИТАК, ВСПОМНИМ ДНИ НЕДЕЛИ. У НАС ТУТ В ВИДЕ КРАССВОРДА, НАПРИМЕР, НАПИСНО СЮДМЫЙ ДЖЕНЬ ТЫГОДНЯ, ТО НЕДЖЕЛЯ. ДРУГИЙ ДЖЕН ТЫГОДНЯ, ТО ВТОРЫК. ШЕЧИЙ ДЖЕН ТЫГОДНЯ, ТРЕЦИЙ ДЖЕН НЕДЕЛИ, ТО СЩРОДА. ЧВАРТЫЙ ДЖЕН ТЫГОДНЯ, ТО ЧВАРТЫК. ПЁНТЫЙ ДЖЕН ТЫГОДНЯ, ПЯТЫЙ ДЖЕЙ НЕДЕЛИ, ПЁЕНТЫК. ШУСТЫЙ ДЖЕН ТЫГОДНЯ, ТО СОБОТА. ШЕСТОЙ ДЖЕН ДЕЛЬ СУБОТА. Первый день тыгодня, первый день недели, то понеджауэк, понедельник. Ну, в разных странах бывает по-разному, конечно же. Но когда мы хотим сказать кеды, когда, то здесь мы уже используем винительный падеж, берник. И в женском роде у нас меняется окончание на эс-огонке. То есть понеджауэк в понеджауэк, вторык в вторык. Повторите, пожалуйста, вслух, также за мной. Щрода в щродэ, чвартэк в чвартэк, пьонтэк в пьонтэк, собота в соботэ, нэджэля в нэджэле. Чвячэння друге, второе упражнэння. Почитаем и переведём. В тым тыгодню программ культуральных глоще ест бардзо інтерэсуэнце. На этой неделе, обращаем внимание на эту конструкцию, запоминаем её, на этой неделе, в тым тыгодню, культурная программа в глоще, языковая школа, так называется, очень интересна. Найперв, в понеджауэк ест запланованы мау спацар помещчэ. Бо дужы спацар с пшеводнікем ест в пьонтэк, так само, як пап з научачальками. Здесь видим, что у нас дни недели появляются, чтоб мы их лучше запомнили. В начале, в понедельник, запланирована малая прогулка по городу, потому что большая прогулка с гидом, с путеводителем в пятницу, так же, как и пап с учительницами. В шродэ студэнчэ ядом на вычэчкэ до Велички, а в чвартэк маўым выклад на темат польскэй культуры. В среду студэнты едут на экскурсэю в Величку, а в четверг у них лекцэя на тему польскэй культуры. Цо ёшчэ, што ёшчэ, ве вторэк соў варштаты фонэтичны и фільм, ва вторнік сімінары фонэтичны и фільм, варштаты, сімінары, выклады лекцэй, лекцэй, уроки. Вікэнд можна альбо поўхач до Ощвенчима, альбо зостаць в Кракове и, напшыклад, споткацься с колэгами в клубе на Кажемежу, альбо пуўч на концэрт, эвентуальны до театру. В выходные уікэнд, то субота и неджэля разам, субота и восксэнни вместе, называется уікэнд, выходные. В выходные можно либо поехать в Освенцим, либо остаться в Кракове и, например, встретиться со своими знакомыми в клубе на Кажемежу или пойти на концерт, возможно, в театр, эвентуальны, вероятно, возможно. Следующая часть, чэншчэ, дэ, рутына, следующая часть, рутина, то есть то, что мы каждый день делаем, какие-то повторяющиеся ежедневные действия. У нас здесь в рамочке написаны слова и фразы, что мы можем в течение дня делать, ну, собственно, что у нас делает гжэгош, пангжэгош. И давайте по порядочку расставим, что он делает рано, утром, пшэд полудням, до обеда, в полудне, в полудень, по полудню, после обеда, вечором, вечером, в ночи, ночью. Рано пангжэгош встае. Ну, или он говорит, я встае, я встаю, потом мыяще, я моюсь, мые зэмбы, я чищу зубы, по-польски это мою зубы, мычь зэмбы, чистит зубы, я мые зэмбы, я мою зубы, чищу зубы. Працуя, я работаю, ходзет на ланч, я хожу на ланч, то есть постоянно хожу на ланч, куда-то перекусить, пообедать. Дзвоня до клиенту, я звоню клиентам, вратцам до бюро, возвращаюсь в офис, выходзе з бюро о пёнтый, я выхожу из офиса в 5 часов. От ктурый о пёнтый, в 5 часов. Ём обед в дому, кушаю обед дома, ходзе на басэн, я хожу в басейн, oglондам ведомощи, люб фильм о усмой, я смотрю новости или фильм о 8 часов. Ёмы разом кулацьи, вечером кушаем вместе ужин, вечером я разговариваю с женой и детьми, здесь можно наоборот, вечером я разговариваю с женой и детьми, емы разом кулацьи, разговариваю с женой и детьми, и мы кушаем вместе ужин. Я беру душ, то есть я принимаю душ. В польском языке брать прыщниц. Не путайте, не говорите слово пшишниц, он не пшишкается, он прыскается. Можно себе сассоциировать. Брать прыщниц, принимать душ. Я принимаю душ, беру прыщниц, принимаю душ. И ходзе спач о 11. Я ложусь спать, иду, хожу спать в 11 часов. Такой распорядок дня у пана кжегуша. Мне очень интересно, какой же распорядок дня у вас. Если есть желание, можете написать об этом в комментариях. И последняя на сегодня часть по втужениям. Прочтем в упражнении 1 по стрелочкам. Вставать в Чечне, вставать рано. В Чечне рано, раннее утро, мы бы сказали. Вставать в Чечне, вставать рано. Есть шняданье, кушать завтрак. Брать прыщниц, принимать душ. Ищ на закупы, идти за покупками. Робить пироги, делать варенички. Мечь охоты на кавы. Иметь желание на кофе, хотеть кофе. Врацать до дому, возвращаться домой. Ехать на вычечке. Ехать на экскурсию. Готовать зупе, варить суп. Домашнее задание. Прочитать, пожалуйста, вслух все вот эти фразы-выражения. Написать, рассказать о себе, о своем распорядке дня. Запоминаем дни недели. Про время мы поговорим в следующем видео. Почитать вслух. Диалоги. Также смотрим, запоминаем конструкцию, когда мы идем до и когда мы идем на что-то, до к зданию, на что-то, на какую-то активность. Также учимся приглашать кого-то куда-то, соглашаться и отказываться. Спасибо.